Когда наступил седьмой месяц, и сыны Израилевы жили по городам своим, тогда собрался весь народ, как один человек, на площадь, которая перед водяными воротами, и сказали книжнику Ездре, чтобы он принес книгу закона Моисеева, который заповедал Господь Израилев, и принес священник Ездра закон перед собранием мужчин и женщин и всех, которые могли понимать в первый день седьмого месяца, и читал из него на площади, которая перед водяными воротами, от рассвета до полудня, перед мужчинами и женщинами, и всеми, которые могли понимать. И уши всего народа были преклонены к книге закона. Книжник Ездра стоял на деревянном возвышении, которое для сего сделали, а подле него, по правую руку его, стояли Матафия и Шема, и Анания, и Урия, и Хелкия, и Моосея, а по левую руку его, Федая, и Мисаил, и Малхия, и Хашум, и Хашбадана, и Захария, и Мишуллах. И открыл Ездра книгу перед глазами всего народа, потому что он стоял выше всего народа. И когда он открыл ее, весь народ встал и благословил Ездра Господа, Бога Великого. И весь народ отвечал «Аминь, аминь», поднимая вверх руки свои и поклоняясь и повергаясь перед Господом лицем до земли. Иисус, Ваня, Шаревя и Амин, Акуф, Шавтай, Годня, Моосея, Клита, Азария, Иозават, Ханан, Филайя и Левиты поясняли народу закон между тем, как народ стоял на своем месте. И читали из книги, из закона Божия, внятно, и присоединяли толкование, а народ понимал прочитанное, и народ понимал прочитанное. Тогда Неемия, он же Тершафа и книжник Ездра, священник и Левиты, учившие народ, сказали всему народу «День сей свят Господу, Богу вашему, не печальтесь и не плачьте, потому что весь народ плакал, слушая слова закона, и сказал им «Пойдите, ешьте тучное и пейте сладкое, и посылайте части тем, у кого ничего не приготовлено, потому что день сей свят Господу нашему. И не печальтесь, потому что радость пред Господом подкрепление для вас». И левиты успокаивали весь народ, говоря «Перестаньте, ибо день сей свят, не печальтесь». И пошел весь народ есть и пить, и посылать части, и праздновать с великим весельем, ибо поняли слова, которые сказали им. На другой день собрались главы поколений из всего народа, священники и левиты, книжнику Ездре, чтобы он изъяснял им слова закона. И нашли написанное в законе, который Господь дал через Моисея, чтобы сыны Израилевы в седьмом месяце, в праздник, жили в кущах. И потому объявили и провозгласили по всем городам своим и в Иерусалиме, говоря, «Пойдите на гору и несите ветви маслины садовые, и ветви маслины дикой, и ветви миртовые, и ветви пальмовые, и ветви других широколиственных деревьев, чтобы сделать кущи по-написанному. И пошел народ, и принесли, и сделали себе кущи, каждый на своей кровле и на дворах своих, и на дворах Дома Божия, и на площади у водяных ворот, и на площади у Ефремовых ворот. Все общество, возвратившихся из плена, сделало кущи, и жило в кущах, а дней Иисуса сына Навина до этого дня не делали так сыны Израилевы. Радость была весьма великая, и читали из книги Закона Божия каждый день, от первого дня до последнего дня, и праздновали праздник семь дней. И в восьмый день по празднества, по уставу. Вот такие вот, знаете, события, которые, ну или, можно сказать, переживания, которыми переживал в тот момент народ Израиля, который находился там. Очень такое мы видим, что состояние, когда стали читать закон Божий, когда стали читать Тору, то что с народом произошло? Народ стал плакать. А чего они стали плакать? Они стали плакать по той причине, потому что они поняли, что написано в Слове Божьем, да? То есть пришло сокрушение в их сердце, потому что они жили до этого момента таким образом, что они не следовали закону Божьему. То есть они жили, как им там приходилось, как им хотелось и так далее, да? И это была, ну, реальная проблема вообще вот в тот момент, потому что, кроме того, что народ не знал закона Божьего, и особенно вот эти люди, которые жили вот сейчас вот там вот уже в Израиле, вот эти вот возвращенные, или те, кто там оставался и так далее, многие из них еще и перемешались с местными народами. И это было тоже большой проблемой, потому что в результате того, что они перемешались с этими народами, они перестали следовать закону Божьему. Некоторые отвратились и стали поклоняться другим богам и так далее. И Писание говорит, что особенно проблема была со священниками. Священники также там взяли, ну, иноплеменных жен себе и так далее, причем, знаете, не просто даже иноплеменных, а жен тех, которых Бог сказал не брать. Народов с теми народами, с которыми Бог сказал не смешиваться. Понимаете, да? Потому что эти народы будут что? Сетью, так Бог сказал, да? Сетью будут эти народы. И в результате мы видим, что своего рода можно даже так сказать, что как бы избавление, да? Ну, это как вот в лице Ездры мы можем увидеть своего рода как бы тоже спасительным. В каком смысле? Потому что Ездра, он был книжником, он был человеком, который изучал Тору. Постоянно, да? Он жил, следуя предписаниям Торы. Он был учителем Торы. И вот Ездра приходит также в Иерусалим для того, чтобы народ научить, как правильно жить, как правильно следовать законам Божьим. И Ездра своего рода, он здесь даже выступает, знаете, как вот определенный спаситель в плане духовного восстановления народа израильского в этот момент. Именно Ездра, и потом при помощи Неемии, да, он производит вот эти вот духовные такие реформы. Он призывает народ к тому, чтобы отпустили иноплеменных жен, да, чтобы отпустили этих, ну, иноплеменных детей, то есть чтобы они даже их там оторгли. Вот. Для того, чтобы народ очистился, осветился, для того, чтобы народ начал читать снова и изучать закон Божий, для того, чтобы следовать предписаниям и постановлениям и поклонению. Это такой, ну, очень важный момент, да. Вот, например, Ездра в седьмой главе с первого по десятый стих пишется, как вот он приходит, кто готов прочитать? Может, кто-нибудь еще прочитает, да? Давайте, участвуйте, участвуйте. Седьмая глава. Ездра, седьмая глава, с первого по десятый стих. Когда стена была построена, и я вставил двери, и поставлены были на свое служение привратники и певцы и левиты? Нет, это вы, наверное, не имеете читать, надо читать Ездру. Да, с первого по десятый, да? Да, с первого по десятый. После сих происшествий старствования Артасекса царя Персидского, Ездра сын Сераи, сын Азарии, сын Хелкин, сын Шалума, сын Садока, сын Ахитува, сын Амарии, сын Азарии, сын Мараёфа, сын Захарии, сын Узия, сын Букия, сын Авишуя, сын Финеса, сын Елизара, сын Аарона, первосвященника. Сей Ездра вышел из Вавилона. Он был книжник, сведущий в законе Моисеева, который дал Господь, Бог Израилев. И дал ему царь все пожелания его, так как рука Господа Бога его была над ним. С ним пошли в Иерусалим и некоторые из сынов Израилевых и священников. И левитов, и певцов, и привратников, и нефинеев, седьмой год царя Артосеркса. И пришел он в Иерусалим в пятый месяц, в седьмой же год царя. Ибо в первый день первого месяца было начало выхода из Вавилона. И в первый день пятого месяца он пришел в Иерусалим, так как благодеющая рука Бога его была над ним. Потому что Ездра расположил сердце свое к тому, чтобы изучать закон Господень и исполнять его и учить в Израиле закону и правде. То есть, основное мы здесь видим в том, что Ездра, он был книжником, то есть он был человеком, который изучал закон, и его желание было идти и учить закону народ. Видите, да? В результате чего Бог расположил все таким образом, что и царь Артосеркс, он не препятствовал этому, а наоборот еще даже сказал, что тебе надо, я тебе все дам. И достаточно тоже большое состояние ему определили с собой. Он с собой взял достаточно много и финансов также для того, чтобы продолжать там работы и восстанавливать все и так далее. И вот здесь написано очень интересно, что ибо в первый день 5-го он пришел в Иерусалим, так как благодеющая рука Бога его была над ним, потому что Ездра расположил сердце свое к тому, чтобы изучать закон Господень и исполнять его и учить в Израиле закону и правде. То есть здесь написано, почему рука Божья была благодеющая над ним. Потому что, видите, он хотел сам его изучать, закон Божий, он хотел следовать закону Божьему и он хотел других учить закону Божьему. Поэтому рука Бога над ним была, как написано, благодеющая. Сведущий, но это имеется в виду, что он был научен. Это в этом отношении. Что он учился у известного учителя и он был научен закону Божьему. Поэтому он был сведущим. То есть есть сведущие люди, есть люди невежды. Вот в данном случае Ездра он был сведущий человек в этом вопросе. Поэтому Ездра, кроме того, что он делает разные, как мы говорим, реформы, и он в действительности как бы перестраивает духовную жизнь народа израильского, тот, который вернулся в Израиль. И потом еще к нему помощь как бы приходит от Неемии, который приходит для того, чтобы восстанавливать стены Иерусалима. Значит, реформы и перепись, которую сделал Ездра, это происходило в 457 году. И они описаны в Ездре в 7-й по 10-ю главы. Все реформы и перепись, которую сделал Ездра, они начались в 1400, ну, извините, не 1000, а 457 году до Рождества Христова. И описывается это в книге Ездры 7-й по 10-ю главу. Еще одну дату, которую нужно записать, это пророчество Малахии. Пророчество Малахии датируется 432-424 годами до Рождества Христова. Почему мы с вами акцентируем внимание на пророчество Малахии? Потому что это последний пророк, да. записали? 432-424. 432-424. События, которые происходили в период после окончания Писания Ветхого Завета, после последней книги, которую мы знаем, книгой Малахии. На самом деле об этом периоде достаточно очень мало информации. Ее не так много. И вот книги, которые я перечислил, практически это все книги, которые говорят об этом периоде. То есть большой промежуток времени, достаточно большая история, потому что происходило в это время очень много восстаний, войн, всяких таких событий и так далее. Но информация всего лишь заложена вот в этих книгах, которые уже мы записали с вами. Значит, что еще особенного? Предполагают, что, конечно, возможно, и сами обстоятельства жизни Израиля в этот промежуток времени, они были, наверное, такими же, как и при Ниемии, или пророке Агеи, и пророке Малахии. То есть, вероятнее всего, особо ничего так сильно не менялась. Значит, Персия в этот момент, она поддерживала политику свободы и восстановления. То есть, она не препятствовала развитию Израиля на этот период времени. И она продолжала как бы поддерживать, чтобы иудеи могли развиваться по-прежнему, то есть, чтобы царство отстраивалось, восстанавливалось и так далее. И что очень важно, это то, что иудеи продолжали интенсивно заботиться о законе. Это был, на самом деле, очень важный такой момент, потому что в этот момент мы видим, что в действительности уже нет разговоров о идолопоклонстве. Я уже говорил об этом, помните, да? Нет разговоров об идолопоклонстве. Но уже появляются со временем разговоры о том, что следуют, исполняют, приносят жертвы. И Бог говорит, что? Что не надо мне вашей жертвы, да, зачем вы ходите, топчете дворы мои и так далее. Потому что вы приносите, а сердце ваше где? Где-то далеко, да? Уже меняется, как бы, видите, то есть, уже никто не бегает за идолами, никому это уже не надо. Определились, да, что есть Бог Израиля, в котором надо поклоняться, есть закон Божий, которому надо следовать, есть постановление, которое надо исполнять. И вот хождение пред Богом, оно постепенно вот перерастает в какой-то момент в такую определенную, ну, как мы говорим, религию, да, каких-то действий, да, что-то надо делать. при этом, когда люди что-то делают, в результате Бог говорит уже о другом, что сердце далеко. И Бог призывает к тому, что должно быть не просто религия, дел, да, но должно также при этом быть и сердце. Появляется вот эта вот мысль о том, что не только делай, но вначале прилагай свое сердце, да, а потом должны следовать в результате этого действия. Потому что если есть действия и нету твоего сердца, нету отношений с Богом, то твои действия никому не нужны. И в конце концов эту идею мы очень хорошо потом видим, она раскрывается именно в Новом Завете, да, что когда Яков говорит, например, что вера без дел, что мертва, да, то есть он говорит здесь о том, что может быть это уже был что переход уже в какую-то такую степень, что люди уже не хотели ничего вроде бы делать, да, только говорили о том, что они верят. Но все движение иудаизма, оно заключалось в том, что в действительности все должны были следовать, исполнять и так далее. И не говорю, что все поголовно находились в таком состоянии, но Бог обращается и говорит, говорит о том, что должно быть изменение, что должно быть не только дела, но перед этим должно быть сердце. Значит, в этот момент происходит такое тоже очень важное событие, это то, сила первосвященника, она возрастает очень значительно. и в конце концов первосвященник, он, знаете, не только занимается духовными вопросами, но первосвященник постепенно начинает заниматься гражданскими вопросами, и он своего рода становится уже даже гражданским правителем. То есть, если раньше, да, было такое явное разделение, царь занимался всеми вопросами гражданскими, да, а первосвященник занимался только духовными вопросами, все, что связано с храмом, жертвоприношением и так далее, то постепенно этот акцент смещается, и мы видим, что первосвященник, он занимает позицию не только духовного лидера, он также занимает позицию уже и гражданского лидера. В лице одного человека, то есть первосвященника, мы видим постепенно уже соединение двух позиций и духовный лидер, и гражданский лидер. И это, в первую очередь, начало происходить, когда иудеи были под сирийским сатрапом. В конце концов, позиция первосвященника или должность первосвященника, она становится местом политического влияния. То есть, первосвященник, он занимает такую позицию, что он политически даже может влиять на события и так далее. Это немножко похоже на то, что происходило, например, в свое время с Папой Римским, помните, да? Что Папа Римский мог определять, например, кто будет королем где-то, помазывать на царство, не помазывать на царство и так далее. То есть, он стал фигурой, которая была не просто духовным лидером. Это была фигура, которая уже начинала быть политическим лидером. То есть, он определял многие вещи. Можно сказать, сегодня так же само, например, в России главенство православной церкви, также оно является такой немножко задающий тон, куда двигаться, куда направляться. Близко стараются быть возле политики, понимаете, да? Мы это видим и сегодня в нашей стране тоже, что особенно русские православные церкви также пытаются создавать политические какие-то даже интриги, действия и так далее, двигаться как-то как-то в этом вопросе. Но в то время это было таким действительно очень серьезным моментом. Тоже важный такой момент – это то, что народным языком становится арамейский язык. И он очень сильно распространяется. И, например, еврейский язык, он мало где начинает использоваться, потому что большей частью используется арамейский язык. В это время происходит появление синагог. В конце концов, на самом деле, мы до конца не можем определить, как бы, ну, я не знаю, я не нашел во всяком случае каких-то таких источников, которые бы сказали конкретно, когда вот синагоги появились. Ну, есть разные предположения. И некоторые предполагают, например, что, возможно, синагоги появились после реформы Ездры и Неемии именно в тот период времени. Почему? Потому что необходимы стали места, да, такие, где можно было бы изучать закон Божий, и чтобы это можно было делать повсевместно. Потому что иначе, ну, народ постоянно был бы не сведущ в законе. Поэтому, ну, предполагают, что именно после реформы Ездры и Неемии появились синагоги. Хотя некоторые утверждают, что еще синагоги появились в Вавилонском пленении. Именно там, как бы, учили. Ну, точных, как бы, данных по этому вопросу нет. В этот период времени происходят постоянные проблемы с амарианами. И эти проблемы, они начались, конечно, еще при разделе двух государств. Да, мы понимаем, что когда одно царство разделилось на два, у них постоянно происходил какой-то конфликт. Но впоследствии вот эта проблема с амарианами, она стала еще и по той причине, потому что в Самарии десять колен из нее были выведены, да, из Израиля. И на это место были загружены другие люди, другие народы, которые впоследствии смешались с некоторыми евреями, которые оставались там жить. И произошло определенное смешение до такой степени, что в итоге и вроде бы следовали Тори, да, живущие там, и как бы соблюдали какие-то законы и так далее. Но в то же самое время не было такого поклонения, как в Иерусалиме. И из-за этого возникали проблемы. И острая проблема возникла тогда, когда евреи отказались, чтобы самаритяне участвовали в строительство храма. Это было сильным таким противостоянием. И потом это противостояние, оно продолжало двигаться все дальше и дальше. Греческое правление при Александре Великом. Это 331 год, 323 год. Значит, его отец Филипп, он воевал против греков. Он был сам из Македонии, Филипп из Македонии. Это отец Александра. Он воевал против греков и победил эти объединенные войска. В результате Александр, он наследовал то, что оставил ему его отец. Александр, он жил в период 356-й год, 323-й. Он прожил немного, видите, да? 32 года, да. А, 33 года, правильно. Но мы знаем, да, что за короткий промежуток своей жизни он, в действительности, очень много успел совершить в отношении военных дел, скажем так. Значит, он получил образование от философа Аристотеля. Он подражал, так как мы сегодня говорим, кумиром его был, да? Это «Ахиллес из Гомера». И лучшей книгой по руководству для войны он считал «Илиаду». В результате, знаете, своей жизни и военных походов Александр был признан величайшим военачальником истории. И в результате тех побед, то, сколько он территорий захватил, как он сражался и так далее, он был признан величайшим военачальником истории. Его завоевания, они длились в промежуток с 331 года по 323. Значит, во-первых, он предпринял поход в Малую Азию против Персии. Интересно то, что Персия, она была в 50 раз больше Греции и в 20 раз больше по населению. То есть он пошел в войну против империи, которая была просто громадной по отношению его войска и так далее. Значит, через 13 лет он контролировал наибольшую территорию на Среднем Востоке – от Греции до Индийской реки в Индии и от Южной России до Африки. За 13 лет войны он контролировал огромную территорию на Среднем Востоке – от Греции до Индийской реки в Индии и от Южной России до Африки. Ему исполнилось 25, когда он окончательно разбил Дария и Персов. Это было 1 октября 331 года. Дария и Персов. После этого он стал требовать, чтобы его приветствовали как Божество с почестями. и умер в 33 года. В результате тяжелых запоев он подцепил лихорадку, может быть, малярию, и от этого умер. Говорят, как хорошо люди начинают, да? Божество это торжеством домов. Готовим. Готовим. ering Какое влияние Александр Великий оказывал на территории, которые он захватывал? Во-первых, у него была жесткая идеология. Его идеология заключалась в том, что он объединял Восток и Запад, и это было эллинизмом. То есть своего рода он создавал гибрид культуры, религии и населения. То есть он делал некоторые вещи те же самые, он мог пересаживать народы из одного места в другое, для того чтобы перемешивать их, для того чтобы перемешивалась культура, насаждал свою культуру, для того чтобы происходили изменения. В результате, чтобы люди были подобны грекам, или чтобы Восток не отличался от Запада и так далее. То есть он делал все эти смешения с одной целью. чтобы выбить из-под ног, как бы скажем, государство, почву, на которой он стоит. Обычно государство это что? Ну на какой почве стоит? Это земля, то, что является корнем, да? И религия, чему люди поклоняются. Когда выбивается эта почва из-под ног, то люди уже все, они, ну… И мне не кто причиной для того, чтобы восставать там, для того чтобы бунтовать и так далее. Потому что они не знают вообще уже чему кланяться, или кланяться всему подряд. Вот. Земля тоже не им принадлежит, или это чужая земля и так далее. Нечем о ней заботиться особо. Значит, он стал в городах делать культурные центры. И в это время стало появляться очень много иммигрантов в городах. То есть люди не только были переселенцами, потому что их переселяли. Но началось такое движение, что люди сами стали даже переселяться из города в город. Если раньше это, ну, было редкостью, да, чтобы человек вдруг брал и шел жить в другой город, то при его политике это стало таким нормальным явлением, что люди могли бросать где-то что-то и переходить жить в другое место, искать себе лучшей жизни в других местах и так далее. И это все было больше, и явно видно, что люди были в каких-то поисках, потому что не было корня. Да, скажите, что вам повторить. 1 октября 331 года. Дарий и Персы. Также он очень сильно противостоял местным суевериям. Потому что местные суеверия, это своего рода тоже были как религии, понимаете. И вот он противостоял местным суевериям. Везде он насаждал греческую архитектуру, спорт. Также боги Греции, они были принесены на восток. Греческая философия, она стала проникать в восточное мышление. При нем были устроены библиотеки. Библиотека Александрийская. Тарси. И стали появляться библиотеки в цивилизованном мире, в других местах. Очень сильно стал распространяться греческий язык. Язык, который называли эллинистическим языком, который был назван также коины, что означает «общим». Мы особенно это видим в новозаветнее время. И, с одной стороны, можно сказать где-то даже спасибо Александру, в том отношении, что из-за того, что он сделал этот язык общим, была возможность проповедовать Слово Божье в разных местах. На сегодня всё. Спасибо. 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 Спасибо.